Месяц июль, год 2013. Здесь, в самом центре Омска, на парковке перед приемной Дмитрия Анатольевича Медведева, уже без малого месяца живет, если можно это его существование назвать жизнью вот этот молодой человек. Зовут его Александр Токтаров, 91-го года рождения. Он бывший в воспитании Кировского детского дома-интерната для омсно-отсталых детей. После интерната Сашенька какое-то время провел в психоневрологическом диспансере на улице Кубиша, откуда впоследствии бежал. Бежал, как он утверждает, из-за жестокого отношения, устав от постоянных уколов аминозина. Саша, ты сколько вот на улице, получается? На улице уже примерно, вот как с психомолиции сбежал, вот откуда меня с дедомом, у меня с той квартиры сдали. Я уже год на улице, получается, и два месяца жил. И ты вот последний месяц, ты здесь, на парковке, да? Да, я убираю, ну не месяц я убираюсь, я убираюсь примерно неделю, как мы с байкерами договорились, что они мне платят убирать, и они действительно платили, и я убирался. А ночевал ты? Ночевал в подъездах. Подъездах, то есть на бетонном полу, то есть вот как было, так ночью. Да, если там что есть, там одежка вот на месте, вот что есть, вот я под себя стелю, чтобы бока не просидел. Слушай, вот Саш, 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 ты вот, у тебя на руках следы, там, шрамы и вот все остальное, да. Это мне дворники избили. А часто на улице бьют вообще? Ну да. А из-за чего, из-за чего бьют? Ну за то, что иногда то мелочи попрошу поесть, то саму еду попрошу. Понятно. Иногда по церквям хожу спрашивать, если дадут. А то попы некоторые начинают ругаться, типа, я прихожу, якобы зайду, а на самом деле, чтобы просить деньги на водку, хотя я не пьющу. А ты в приемную к Медведеву ходил, там вот как раз прямо с парковкой приемная Медведева? Ходил. И что там, как? Да они написали заявление, а толку, кто-то у них подписал это заявление, и куда они отправили, они мне так и не говорят, это бесполезно. А тебе ксерокопию дали? Нет. Нет, ничего не дали? Я не получил ее. То есть, вот у тебя вот паспорт, там и документы, вот ты сейчас восстанавливаешь их. Сашенька стесняется камеры и много улыбается, что его положение удивительно. А еще он носит всегда с собой завернутые в файл документы, все, что удалось собрать и восстановить. С этим файлом Сашенька не расстается, понимая, что это для него сейчас самое важное и ценное, кроме здоровья и зрения, которое, кстати, он очень быстро теряет. Саш, слушай, а у тебя мечта есть? Да, есть. Какая мечта? Ну, моя мечта, чтобы завести семью, пожениться, чтобы было ради кого жить, не просто так вот скитаться по подъездам, чтобы было с кем жить, ради кого жить, детей завести, так же и работать ради них. А так, просто так жить, скитаться по подъездам, тоже смысла не вижу, но и раз приходится, потому что у выбора уже нету, где жить. Лишь бы было где жить, ну, чтобы согреться, все же самые подъездные, только они и не отапливаются. А так хочется, конечно, семью, детей, все хочется. И была, чтобы официальная работа и все прочее. До этого пока еще нет. Ну, понятно. Давно мечтаю уже. Аминь.